Добрый день, дорогие друзья. Я сегодня хочу рассказать вам о том, как, зачем, почему важно и полезно считать частотность слов в текстах и какими сложностями и проблемами, которые мы можем решать, в том числе довольно простыми математическими способами, мы при этом сталкиваемся. Ну вот я хочу начать с небольшого эксперимента. Эксперимент будет следующий. Я сейчас вам прочитаю короткий текст. Вы, пожалуйста, внимательно меня слушайте, и после этого я попрошу вас этот текст пересказать. Вы понимаете, что слушайте этот текст и пересказывайте потом по моей просьбе. Готовы? Заглонитель Ламс Оливер чуть не погиб в результате наплачения Турма. Он ехал в лоскун на на лошади, покровнатель над Мэнсфордом, Австралию, и увидел вахню Турмов, в которой было хостожено 15 животных. Сталенно ничего бы и не случилось, если бы собака Оливера не начала ворочить на вахню. Один из Турмов, старый крупный ломатель, выбатушенный корочением собаки, бросился за ним. Стал отпешиваться хумановаться за лошадью, на которой сидел Оливер. Когда Турм бросился уже на Оливера, он схватил подвешенца отмаленными двинами за плечи и выдохнул его на землю. Все. Готово. Теперь такая просьба. Расскажи, пожалуйста, о чем этот текст? О том, как Оливер ехал на лошади в восточную Австралию, увидел ранчо с 15-ю баранами, и собака Оливера напала на баран. Самец-баран напал на собаку, она спряталась за лошадью, и баран вышел из седла Оливера. Ага, отлично. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь дополнения, исправления, уточни? Ну вот, например, баранов вы от кого-то взяли? Ну, в Австралии очень много овец. В Австралии очень много овец. Что вы сказали, что это бараны? Это был кто-то. Это был кто-то, да? Ну, вы надумали, предположили, что это, наверное, может быть, бараны, потому что вы знаете, что в Австралии очень много овец. Что это еще могут быть гибель, чем у него еще и он? Козы. Козы, быки. Ну, что-то в таком духе, да? Если вы себе представляете, скорее всего, это животное крупное, да? С большой вероятностью. Вряд ли это более хорошие, да? Но вы не знаете, кто его, да? Тут упоминалось, что есть какие-то турмы, кто-то такие-то турмы вы не знаете. Но вот на самом деле, как устроен текст? Этот текст основан на реальной газетной заметке. Но с ним сделана следующая вещь. В нем заменены все низкочастотные слова на выгодные. Что это значит? Это значит, что взят частотные слова русского языка, что-то такое сейчас поговорим, и все слова, которые занимают в нем место ниже двух с половиной тысячного, заменены на придуманные. Ну вот, первое предложение нам было в том, что вы слышали. Заглонитель Лапс-Коллигер чуть не погиб в результате наплачения турма. Значит, что такое заглонитель, что такое наплачение, что такое турм, вы, скорее всего, не знаете. Ну, потому что это вымышленные слова специально для этих экспериментов. В оригинальном тексте было сказано следующее. Скотовод Лапс-Коллигер, заглонитель скотовод, чуть не погиб в результате наплачения, нападения турма кенгуру. Были не бараны, не овцы, не поза кенгуру. Тем не менее, тоже какое-то довольно крупное, сильное животное, которое может напасть на человека. И вот это, вообще говоря, довольно интересный эффект. Смотрите, вы сейчас моделировали людей, которые знают по-русски две с половиной вещества. И более ничего. Вы моделировали людей, которые знают по-русски некоторые ограниченные лексические репертуар, но при этом этого уже вполне достаточно для того, чтобы понимать тексты. Вы довольно неплохо поняли этот текст. Вы всю важную информацию извлекли, но вы не знаете, кто такой этот турм, кенгурует или не кенгурует. В конце концов, когда вы знаете русское слово, например, название какого-то животного, некоторые из нас, я, например, часто себе не представляю, что за этим словом скрывается. Чем отличается, как это снегирь от малиновки. Я имею довольно смутное представление, признаюсь честно. Хотя допускают, что есть люди, которые знают это лучше. Но вот, в принципе, мы очень часто знаем слова, не знаем реалию. Но для того, если мы не знаем слова, то нас совершенно не останавливает понимание текстов на том или ином языке. В частности, на русском.